А теперь вернемся к главной теме вчерашнего выпуска. Напомню, накануне стало известно, что трое подростков издевались над постояльцем психоневрологического диспансера. Мальчики избивали больных людей и бросали в них кирпичами. Почему дети так жестоки? Этот вопрос мы адресовали детскому омбудсмену. Сегодня гость студии 6 канала Геннадий Прохорчев. Геннадий Леонардович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, виделись ли вы с этими мальчиками и с их родителями? Разговаривали ли вы с ними? Вы знаете, вчера мы виделись в центре, где сейчас содержатся подростки. С каждым из них разговаривали, с родителями не встречались. Но вот какое впечатление эти дети на вас произвели? Вы сказали жестокость. Вот вчера данный термин, у меня как-то внутри сомнение возникло. Жестокость ли это? И когда уже по мере того, как я поговорил с одним подростком, старшим, 15-летним, другим и третьим, я понял, что вы знаете, но это мое, наверное, субъективное мнение, в связи с тем, что оно не может быть вот таким заключительным, в том, что все-таки это не жестокость. Это отсутствие внутри качества, вот этого, которого есть во всех нас, качества и чувства сострадания, чувства того, что есть, и знания того, того, что есть другие люди, люди с инвалидностью и с психическими заболеваниями. А самое главное, я понял одно, это не выброс адреналина и выброс, когда мы говорим о жестокости, что со мной так относятся, я вот такой жестокий, мне нужно куда-то выбросить, это, вот я его просто в кавычки, этот термин, это убийство свободного времени. Вообще в их сознании не существует, просто не существует, они не научены, они не знают, что это такое боль, что такое добро, что такое зло. И когда я начал дальше глубже копать, у всех троих, первое, смотрите, мамы воспитывают одни, пап рядом нет, нет мужского вот этого, ну, мужского воспитания, образования, да, когда мы говорим, что рядом отец, который говорит о чести, о достоинстве, о отношении, может быть, к слабому. Второе, то, что они родителям не нужны, не нужны, никто из них. И третье, то, что ни один из них не является участником ни одного кружка, ни одной секции. У них огромное количество свободного времени. То есть лекарство для этих подростков, для таких подростков, оно одно, то есть занятий как можно больше различными секциями, кружками. Да, ребёнок должен быть занят. Занят обучением, занят подготовкой в школе, занят во внеурочное время. Но немаловажное, что я понял в разговоре с ними, у них отсутствует, вот это, как я уже сказал, степень сострадания. Где они могут научиться? Значит, вот в школах, в образовательных организациях должен быть некий курс для того, чтобы подростки проходили некую, может быть, мы говорим, подготовку в данных учреждениях. Вот мы разговариваем с ним, а ты знал, что такие вообще люди есть? Нет, не знал. Я говорю, ты понимаешь, что ты хуже его? Он не понимает. Конечно, вчера, разговаривая с ними, мы говорили о том, что наказание, конечно, в соответствии с федеральным законом вы получите. То есть вот сейчас их поместили на 30 суток. Решение суда, слава богу, сегодня вступило в силу. И я благодарен судейскому корпусу, они приняли правильное решение. Наказание должно быть. Но это недостаточно, потому что отсидев в данном центре 30 суток, ну, будут работать с ними психологи, педагоги, это недостаточно. Данные подростки должны отработать какое-то время вот в таких учреждениях. Увидеть вот те страдания, которые проходят вот у людей, которые подвержены данным заболеваниям. Они не знают, что это такое. Если ребенок не прошел, не увидел это глазами, ну, мало вероятности, что он сможет это принять на себя. Прочувствовать. Прочувствовать, да. Когда происходит трагедия в семье, вот тогда, может быть, это происходит. А если нет этого, ну, другого не дано. Поэтому это вот уже очередной звонок, уже третий звонок в нашем регионе о том, что нужно принимать кардинальные меры. И те меры, которые принимаются, они просто недостаточны. Спасибо, Геннадий Леонардович. И я напомню, только что мы беседовали с уполномоченным по правам ребенка Владимирской области Геннадием Прохорычевым.